Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте, большой пламенный привет. Искренне приветствую всех, кто слушает и смотрит телерадиоканал «Страна-ФМ», первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне». Меня зовут Александр Хайрулина, это программа «Лучшее в стране». Это значит, что, как всегда, в этот час к нам заглядывают самые лучшие представители нашей страны, известные далеко за ее пределами. Друзья, я очень рада и спешу вам представить мою гостю. Встречайте, пожалуйста, это оперная певица, обладательница самого высокого женского голоса. Ее имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса, учительница проекта «Голос». В общем, Светлана Феодулова. Горная овация. Я очень рада. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. Для нас большая честь и радость, и тем более спасибо за то, что мы сегодня еще и услышим ваш голос, насладимся этой самой невероятной красотой. Друзья, есть у нас вот какая тема. Она, конечно, главной будет сегодня просто через весь эфир проходить красной строкой. Это предстоящий концерт Светланы. 19 декабря в Малом Заре Государственного Кремлевского дворца состоится концерт звезды оперной сцены Светланы Феодуловой с программой «Рождественская сказка». Свет, все верно, да, говорю? Все совершенно верно. И мало того, что будет концерт, есть еще одна очень важная тема. В этом концерте будет поставлен еще один мировой рекорд. Свет, расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом. Хочется вот из первого оста услышать это. Достаточно волнительный для меня процесс, но тем не менее я очень жду этого концерта именно тоже из-за рекорда. Мне хочется как можно скорее уже поделиться вот этой находкой, так сказать, в моем голосе, со зрителями и, в общем-то, со всем миром. Возникла, да, такая идея установить новый рекорд, когда я обнаружила, что в моем голосе есть еще такая одна способность. Я, к сожалению, не могу более подробно рассказывать по контракту, потому что мы все-таки держим некоторую интригу до концерта. Но тем не менее этот рекорд намного интереснее для меня, нежели первый, потому что здесь будут демонстрироваться не только как бы вокальные особенности, да, как бы какой-то уникальности голоса, но и также наработанная техника, а также техника дыхания, которую я сама, в общем-то, открыла авторская техника, да, потому что из нее, в общем-то, это невозможно. Светочка, значит, будут приглашены, я так понимаю, представители книги рекордов Гиннеса, да, они будут сидеть. А каким образом они будут какой-то шкалой замерять? Как этот будет вот фиксироваться, мне интересно? Будут приглашены представители книги рекордов России, так как, в принципе, по правилам можно сначала фиксировать этот рекорд как России, и далее он отправляется в книгу рекордов Гиннеса. Но должны все, то есть, в принципе, наши представители книги рекордов России, они фиксируют и мировой рекорд, дальше как бы они будут фиксироваться как мировой, да. Каким инструментом фиксация происходит рекорда? Он будет на время. На время? Да, поэтому, в общем-то, все будут присутствующие в зале свидетелями такого события, и будет секундомер включен, я должна буду уложиться в это время, и, в общем-то, как бы это будет совершенно... Светочка, ну это же еще не все, а помимо этого вы же еще будете на пуантах стоять. Нет, в этом рекорде нет. В этом нет, но в этом концерте да. В этом концерте да. И не только стоять, но и танцевать, потому что мы придумали такой номер. И приглашены у вас гости как раз-таки солисты Большого театра, да? Да, Андрей Меркурьев, и мы с ним вместе в этом концерте представим уже новую постановку, интерпретацию куколки Олимпии. Я каждый раз ее представляю совершенно в разных режиссерских постановках. Мне нравится этот номер как бы делать совершенно разного характера каждый раз, поэтому в этот раз мы будем его танцевать вместе со всеми балетными поддержками. И я учусь сейчас петь в этих положениях, хочу звук, то есть там очень много сложностей. А мне интересно это преодолеть. Мне кажется, кто-то еще в мире может себе позволить такую роскошь? Пока нет. Брать высокие ноты и в это время стоять на пуантах, танцевать даже, не просто стоять. Ну да, пока нет. Друзья, это потрясающая гордость такая берет. Светочка, конечно, за то, что вы наша российская певица. Это здорово. Спасибо. Давайте еще немножечко про концерт. Значит, все понятно. Пуанты, артисты балета, Светлана, но и также будут другие оперные певцы у вас принимать участие в концерте. Да, совершенно верно. Будет меццо-сопрано Ольга Лемон-Балашова. Она пела на очень многих площадках мировых, также в театре Ла Скала. Такая оперная звезда и потрясающий человек, и потрясающий голос у нее уникальный. Я вообще, когда слушаю, это вторая Мария Калас на самом деле, поэтому мы с ней споем дуэт Лакме в этом концерте. Я давно, в общем-то, хотела с ней сделать этот номер, и мы тоже готовим его в этой программе. Также будет Илья Юдичев, участник проекта «Голоса». Он тоже исполнит арии для тенора. Он же у нас принц по нашим режиссерам. Это же сказка, конечно, она будет сопровождаться сюжетом, чтобы было и детям интересно, и взрослым. Вообще, в принципе, это совершенно новый формат, когда оперные арии не просто в концертном исполнении будут, а они связаны единым сюжетом. Это будет такое сказочное путешествие героини по разным мирам. И опера будет как сказка предоставлена зрителю. То есть также, в принципе, мы рассчитываем, что все-таки дети заинтересуются этим искусством и уже смогут его воспринимать как некоторую такую сказку действительно, а не просто как скучную классику. Мне очень хотелось бы... 19 декабря, дорогие мамы, папы, бабушки, дедушки. Запомните это число, пожалуйста, и с детками. Ну и, в общем, если вы со своими компаниями, друзьями отправитесь, я думаю, тоже получите просто колоссальное удовольствие. Дедочка, первый рекорд был вами установлен в 2010 году, да, когда первый раз Книга рекордов Гиннеса узнала вас. А как это тогда происходило? Расскажите, пожалуйста. Это происходило в Академии хорового искусства. Мы готовились к нему полгода. На самом деле, это не быстрый процесс, потому что было очень много документации, которые нужно было перевозить на английский язык, заверять нотариально очень многие вещи. То есть, на самом деле, этот процесс очень небыстрый, потому что, когда среди профессионалов устанавливается рекорд, там очень много таких действительно нюансов. Высчитывалось в герцах. Была профессиональная видеосъемка, профессиональная аудиозапись. Было огромное количество независимых свидетелей, также профессионалов, приглашенных, которые являлись комиссией. И обязательно, конечно, присутствие Книги рекордов, также вот России, которые фиксировали непосредственно это всё. И впоследствии отправляли документы в Книги рекордов. В данном случае сейчас на концерте мне совершенно чётко регламент. Там не надо в герцах высчитывать, там нет таких сложностей. Мне просто нужно уложиться это в секунды. Да, время, поэтому, в общем-то, я уверена, что всё получится. Вот, я уже, в общем-то, подготовилась, и всё получается. Поэтому в данном случае вручится диплом сразу, если всё будет хорошо. Ну, там же, я так понимаю, никаких вознаграждений особых нет, да, вот просто ими внесено в книгу и всё. Но на этой книге, мне как-то, кажется, отнестись к этому, пересмотреть момент награждения сам. Ну, это увлекательно и удивительно вообще, в принципе, иметь такой статус. Это очень интересно. Вы знаете, для чего вообще я это всё делаю? Мне очень первый рекорд показал, что будущее поколение, а то есть наши детки, уже в таком возрасте 14-12 лет, смотрят на меня. И мне очень много пишут в том плане, что, ой, Светлана, вот мы видим, вы рекордус нам, вы добиваетесь, вы как-то вот стремитесь, есть такие вот новшества, кто кукла на пуантах, кто рекорд. И как-то вот это стимулирует их тоже немножко, иногда, может быть, выйти где-то за рамки обычных стереотипов, что-то такое придумывать, фантазировать, добиваться своих целей. Поэтому, в общем-то, я надеюсь, что мои поступки будут стимулировать, будущее примером, да, будет служить примером для будущего поколения. Ну, вы же невероятная умница, вы же пытаетесь еще популяризировать оперное исполнение, и совмещая его с различными жанрами, да, кроссовер, по-моему, называется это как раз музыкальное направление. То есть вам вот очень важно, да, привлечь, наверное, такой, чем больше людей вам это удастся сделать, тем миссия ваша будет быстрее выполнена, я так понимаю. Совершенно верно. Светочка, мы прервемся совсем ненадолго. Друзья, оставайтесь обязательно с нами, телерадиоканал «Страна.ФМ», программа «Лучшая стране», она сегодня уникальный человек, Светлана Феодулова, российская певица, обладательница самого высокого женского голоса, колоратурная сопрано, это имя внесено в книгу рекордов Гиннесса, оставайтесь на ней. «Лучшее в стране» на телерадиоканале «Страна.ФМ». Продолжается программа «Лучшая в стране», друзья, у нас сегодня в гостях Светлана Феодулова, оперная певица, обладательница самого высокого женского голоса, имя Светланы внесено в книгу рекордов Гиннесса, И 19 декабря в Малом зале Государственного Кремлевского дворца будет установлен Светланы новый рекорд, абсолютно уникальный, доселе никем не опробованный даже в нашей стране. Ну и это не просто будет рекорд, это будет все в рамках замечательного концерта, программы «Рождественская сказка», звезды оперной сцены Светланы Феодоловой. Так что позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы у вас обязательно оказались билеты, ну а вы, чтобы обязательно оказались, конечно, в Малом зале Государственного Кремлевского дворца. Мы продолжаем общаться со Светланой, поговорили уже немножко о том, как его был установлен первый рекорд, о том, как вот будет установлен второй рекорд. Светлана, я хотела спросить по поводу постановки «Рождественской сказки». Режиссером здесь вы выступили или к кому-то обратились за помощью? Потому что Светлана, если кто не знает, она еще и, не чур, да и актерская стезя, и это очень интересно, и уже за плечами постановка трех спектаклей. Даже больше, но как... Даже больше, вот, пока рассказывают только о трех. «Рождественская сказка» — это ваша постановка или вы пока... Вы знаете, мы отталкивались, наверное, от моей задумки, вот, но привлекли все-таки профессионального режиссера Натальи Шумилкина. Огромное ей спасибо, потому что она потрясающе сумела объединить мою огромную такое количество... Неуемную фантазию. Неуемную фантазию, да, идей, потому что действительно, вы знаете, я очень давно продумывала вот сделать именно такой концерт, чтобы объединить оперные арии с какой-то концепцией, с какой-то историей. И все никак не знала, как это сделать, потому что «Царица ночи» — это такая гром и молния. «Кукла» — это куколка, да, «Снегурочка» — это «Снегурочка», это совершенно разные образы. И как сделать так, чтобы была какая-то единой линия? У меня было несколько идей, и, в общем-то, потрясающий сценарий написала Наталья. И все сумела так красиво объединить, вот, все вот эти идеи, задумки я врисовала, я хочу здесь вот это, а вот здесь вот у меня была такая задумка, а вот здесь рекорд установить. И она все сумела в единую сюжетную линию и учла то, что это должно быть интересно детям. И также мы сделали акцент, что это не просто детский спектакль «Классика детям», но также, чтобы взрослые, да, чтобы взрослые тоже получили огромное удовольствие. Ну вот, что касается вашим увлечениями, еще актерство и режиссерство, вот это когда все началось? Или примерно параллельно развивалось вместе с оперным пением? Нет, это началось, на самом деле, очень рано, мне было, наверное, лет 9 и 10. И, вы знаете, это была традиция нашей семьи. Она зародилась тогда, когда моя первая премьера случилась 31 декабря в рамках семейного праздника. Я написала сценарий и поставила, как бы, такую сказку. Но это, конечно же, не профессионально, это была такая вот моя личная инициатива. То есть у меня мама там, у нее была роль у бабушки, у дедушки, у папы, у сестры, она была феей. Я была вот волшебной девочкой, как Алиса в «Стране чудес». И самое интересное, это то, что каждый из них получил слова, текст и знал, за кем он должен говорить. Но никто не знал сюжета. И то есть у нас... Ох, какая вы! Да, и получилось, что каждый посмотрел эту сказку, и, с другой стороны, каждый принял в ней участие, принял участие. Это интересно, да? Да, вот так вот я придумала. И потом вот стала традиция нашей семьи. Новый год, прям вот сам Новый год, я ставила сказки. Потом я стала привлекать уже сюда и соседей, и друзей, вот, ставить такие концерты. И после, ну, на кафедре актерского мастерства тоже я преподавала в Академии хорово-искусства. И там тоже ставила рождественские сказки и также другие спектакли. И после это переросло уже в театральную деятельность. Уже, в общем-то, вот в качестве режиссера я поставила несколько спектаклей. Это были уже не рождественские сказки, это были разные другие. Но, как бы, тем не менее, и вы знаете, вот действительно так всё это растёт, растёт. Вот началось всё с маленького... Домашнего, да? Домашнего, да, уютного спектакля. Да, и, в общем-то, потом это было в центре Слободкина, потом это было в Доме музыки. Рождественская сказка теперь. Вот это Кремль. Но вот растём. Так что не удивляйтесь, если на афишографе режиссёр найдёте ещё имя Светланы Феодоловой. Это значит, что уже большой опыт за плечами, много лет режиссуры. Светочка, я хочу сейчас предложить нам с вами, нашим зрителям-слушателям, посмотреть и послушать. Мы сделали небольшую нарезку из выступлений Светланы. Ну и, Света, если будет у нас желание, у вас желание как-то прокомментировать, ну или, может быть, хотя бы рассказать людям, что мы слушаем в данный момент. Запускайте! Это что у Светланы? Это в Доме музыки концерт, сольный мой концерт, который в 2013 году состоялся. Я исполняю куколку Олимпию. Она как раз будет тоже 19-й секунд? Да, да, она будет, в данном случае я её пою просто, там вот стой на пуантах и танцую, и там не было возможности развернуться с танцами. Дирижер всё занял, конечно. Вот, да. Ох, это тоже куколка, но это уже октябрьский, это не так давно был концерт в Санкт-Петербурге. И здесь я по хулиганилках. Видите, я убегаю в зал. От дирижёра убежал, он не знал об этом. О, для него сюрприз. Меня никто не ругал. Я представляю, конечно, всё в полном восторге находятся. Ну, вы знаете, так, на самом деле, мне вот спросили недавно, а как же вы помните, какая колоратура должна вот быть... Я импровизирую каждый раз. То есть я вот по ходу придумываю уже вот эту режиссуру. То есть каждое ваше выступление, получается, оно оригинальное, у неё разно повторялось. Оно разное, да, 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 я не люблю повторять. Это «Царица ночи». Вольган Амадея Моцарта из оперы «Волшебная флейта». Здесь, вы видите, у меня четырёхметровый, как бы в двух метрах каждое крылье. И вот я сама такое придумала тоже, но я люблю придумывать костюмы. Делать необычными выступления, не только как бы голосом играть, но чтобы это было общей концепцией, интересной, необычной. Да, и на заднем плане очень красиво, что-то такое фрески, какие-то картины. Браво! Тут небольшую такую сделали нарезку, друзья, но мы сегодня ещё с вами получим колоссальное удовольствие, потому что Светлана пообещала нам исполнить произведение. То, что мы сегодня услышим в вашем исполнении, это будет 19 декабря в Малом зале Государственного Крыльевского дворца? Конечно. Но не всё, только вот первая песня. Ну, понятно, что да. Потому что вторую песню я сегодня, она немножечко про весну, но она очень такая нежная, красивая, и, в общем-то, я сегодня выбрала её для исполнения. А первая песня Нессендорма, которая прозвучит в моём исполнении, вот, да, она, я ей открою концерт, и я не знаю, как сейчас ещё получится это или нет, потому что технические возможности мы ещё не репетировали, но мы планируем, что во время исполнения этого произведения я буду летать. Боже мой, Светлана, я просто... Питать и пить я ещё не пробовала, поэтому в данном случае... Ну вот, буду пробовать, мне интересно, мне кажется, всё получится. Ну, а нам нужно только с вами, друзья, дождаться, получается, 19 декабря отправиться в Малый зал Государственного Крыльевского дворца, ну и посмотреть то, что Светлана, конечно, не перестаёт удивлять своих поклонников. Прервёмся совсем ненадолго, оставайтесь с нами. Друзья, да, и у нас сегодня в гостях Светлана Феодулова, оперная певица, обладательница самого высокого женского голоса. Имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Очередной рекорд Светланы будет установлен 19 декабря в Малом Заре Государственного Кремлёвского дворца. Там будет замечательный концерт звезды оперной сцены Светланы Феодуловой, программа «Рождественская сказка». Сейчас мы должны с вами настроиться, сосредоточиться, потому что ждём от Светланы исполнения. Свет, что это будет, расскажут, пожалуйста, сейчас. Это будет произведение Джана Скики «Ария Несундорма». Потрясающе. Можно включать? «Ария Несундорма», «Ария Несундорма». «Ария Несундорма» 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 и так далее, которые играли в оркестрах, на разных инструментах. Был какой-то переломный момент в вашей жизни, когда вы дико волновались перед выступлением за кулисами, когда и коленочки, и ножки у маленькой Светочки, всё отображало, и дикие сомнения возникли, выходить на сцену или нет. Вообще, может быть, стоит уже завязать, раз так это всё тяжело и стрессово даётся. Света, это правдивая история, но вводя на сцену, что принято решение было как раз всё-таки всю жизнь. Отдайте этому. Да, это был мой первый такой серьёзный концерт. То есть до этого это были концерты в рамках участия с хором. Это было, в общем-то, не то. А здесь я действительно должна сольно была спеть с оркестром Плетнёва, где сам маэстро был в качестве дирижёра. Это было очень волнительно, естественно. Всё это происходило в зале филармонии. Зал был полный. И мне действительно стало так страшно, что я для себя перед выходом на сцену решила, что больше никогда в жизни. Вот прям вообще никогда в жизни такие нервы. Так это страшно. И вообще зачем это? Это не моё. То есть я настолько себя убедила, что всё, больше никогда действительно было очень страшно. Меня тогда спас Александр Борисович Градский. Тогда была наша с ним первая встреча. И он мне как раз нашёл те нужные слова. И огромное ему спасибо, что он не прошёл мимо и маленького этого ребёнка. Это что он сказал? Не помните? Я помню прекрасно буквально каждое слово. Я помню, что он сказал. Он говорит, твоя песенка про маму. Я слышал тебя на репетиции. Ты очень хорошо поёшь. У тебя всё получается. Выйди и спой песенку маме. Тебя зрители любят. И ты тоже выйди и спой для них. Ты сейчас боишься? А ты наоборот подумай о том, что как хочется тебе поскорее выйти на эту сцену и подарить свою песенку. Знаете, я действительно очень прониклась этими словами. Я стала действительно уже вот прям вот буквально мне уже идти. Если до этого я думала, господи, побольше играйте эту увертюру, потому что я должна была ещё открывать концерт. Вот. После увертюры Дунаевского. И в данном случае я уже потом уже последние секунды буквально стояла и наоборот уже думала, как мне хочется поскорее действительно выйти и спеть. Эту песню, как бы вот спеть её от души. И вы знаете, я прям помню, как у меня вот прям вот открылось это всё. Я вот прям спела её с таким отношением. Там я сказку читала, сел Иван Царевич на волка верхом и поскакал. Я прям представила это всё, прям вот зрителям вот это преподнесла. И это было как-то вот действительно, я помню, что очень искренне это всё произошло. И я вот почувствовала вот этот вот поток энергетический, который прям пошёл от меня и вернулся в сто крат от зрителей. Вот что значит, Градский благословил. Да, да, маленькая была. И после того, как меня три раза вызывали на сцену, публика прям не отпускала. И я потом, когда выходила со сцены, я поняла, всё, я хочу быть только певицей, чтобы вся жизнь моя сложилась так. Девочка, но потом спустя годы ваша встреча состоялась с Александром Градским на проекте «Голос». Да, совершенно верно. «Голос второй», да, если не ошибаюсь, это было. Что вам дал этот проект? Ой, конечно же, очень многое. Во-первых, это первый опыт работать именно в таком проекте, в шоу, на телевидении. То есть мне было интересно попробовать себя в новом... Я думаю, вы уже помните, что я любитель экспериментировать и пробовать что-то новое, необычное, нестандартное для оперной певицы. Второе, мне, конечно же, хотелось вообще, в принципе, понять мою аудиторию и, ну, как бы, отнести оперную музыку и классику всё-таки взрослым и детям, чтобы как можно больше... Свет, в этот раз Градский повторил свои слова, Светочка. Да. Не бойся. Да, да, да. Ну, как бы здесь не было даже вот страха, вот. Хотя он мне один раз всё-таки спел песенку «Трусишка, зайка серенький», как вот маленькая была. Но в данном случае, нет, он очень здорово, вы знаете, действительно, как психолог умеет настроить артиста. Это было даже вот главное, основное, что он мог нам дать, потому что вокал, ну, перестроить за несколько занятий, это вообще, в принципе, не нужно. Это может только сбить артиста. А вот что касается психологического настроя, это было очень важно. И он каждому находил самое интересное, каждому свой подход. Он понимал, что вот этого участника нужно похвалить, ему надо сказать, ты молодец, ты хорош, а другого нужно отругать, сказать, так, ты что это тут вот звёзды во лбу, там это ещё там, и как-то вот немного... немножко опустить на место, на землю, чтобы вот как бы человек вышел и спел. Кого-то нужно было напугать, а кого-то наоборот там. Я вот смотрела, он с каждым, когда беседовал, с каждым индивидуально по-своему прям чувствовал, кому что нужно для того, чтобы выйти на стоять. Да, а это, вы знаете, действительно залог успехов фактически. Можно так иногда переволноваться, что ты всё выучил, всё умеешь, но выходишь и не можешь спеть. А иногда, наоборот, можно так настроиться, что, наоборот, может быть, что-то на репетициях не получалось, а здесь ты такой уверенный, так вот всё это вышел, спел от души, и всё получилось. То есть самонастроить — это очень важно для артистов. Следочка, вы поучились в хоровой академии в Москве. Да. После чего отправились учиться в Италию. Совершенно верно. Задам вопрос вот такой. Чему вы научили итальянцев? Ну, потому что я не думаю, что они вас могли научить чему-то. Нет-нет, почему же? На самом деле, я училась, на самом деле, у американцев. Вот так сложилось, да. Но, тем не менее, это был тоже огромный опыт, и у меня было очень много педагогов одновременно. И вы знаете, удивительно, все мои педагоги между собой стали общаться и вот прям созваниваться. Ой, Света сегодня здесь вот это вот спела, вот так, вот так. Знаете, как-то мне очень повезло, что четверо педагогов меня вели одновременно, и не было никакой ревности. А вот это моя ученица, как это часто бывает. Это она со мной добилась, этого достигла со мной. Да-да-да-да, на самом деле, они объединились всей единой целью. Они услышали, что достаточно уникальный голосовой аппарат, чтобы действительно выстроить голос так, чтобы он зазвучал вот в такой уникальной форме и краске. И никто не навязывал свою методику, свою технику. Они буквально созванивались и общались между собой, как вот здесь вот выстроить. Потому что проблем с голосом было очень много. Деколораторный сопрано — это очень сложный действительно инструмент, который и формируется, и мутирует. Обычно мутация у девочек, она тоже происходит, просто достаточно незаметно, длится, ну, как год-два, как это обычно. У меня она длилась 5-6 лет. И вот в этом процессе как бы учиться надо было очень осторожно, голос формируется, чтобы он не начал деградировать. То есть там прям ювелирная работа. И вот педагоги, они очень прислушивались ко мне, что достаточно редко тоже бывает обычно. Так, вот моя методика, вот эти упражнения, пой. Да я учитель, ты дурак, вот так. Ну, как бы не так это было, но вот, в общем-то, вы правы, да. А в данном случае здесь, наоборот, мне всегда спрашивали, удобно ли тебе, как ты себя, как вот здесь ощущаешь. А вот тут, вот запомни, я все занятия записывала, анализировала. Мы анализировали итальянские занятия с русскими педагогами, с русскими занятия с итальянскими педагогами. То есть была такая сложная работа, 5 лет, такой вот прям вот труда-труда. Но в результате, в общем-то, получилось собрать все выделения. В результате самые известные сцены, самые яркие, громкие выступления, дуэтные выступления со звездами мировой оперы. Свет, для вас какое выступление на сегодняшний день, ну, может быть, самое такое дорогое, значимое? Сольное или именно дуэтное? Дуэтное, давайте про дуэтное. Ой, ну, на самом деле, на самом деле, я даже сейчас, наверное, затруднюсь сказать, но однажды мне была предоставлена такая возможность спеть. Ну, это не совсем даже была такая дуэтная история, это была такая сборная история с Монсерад Кабалье, и это мне запомнилось больше всего, и как бы вот сейчас, наверное, я очень так горжусь этим. И также тоже в дуэтной истории я озвучивала в свое время фильм «Властелин колец», вот, что тоже для меня достаточно значимо в моей биографии. Ну, и для нас тоже, честно скажу вам. Сеточка, вы жили в Чехии какое-то время, там была даже роскошная свадьба, трансляция велась в интернете, замок, все чудесно и прекрасно. Ну, а теперь вы, я так понимаю, больше в Москве, да, проживаете? Да. И решили для себя все-таки, что Родина, наверное, должна вас чаще и больше наблюдать. Родина притягивает, конечно. Если честно, я очень люблю Прагу, я ее действительно очень люблю, это такая прям жемчужина в Европе, очень красивый город с потрясающей историей. Вот, он очень вдохновляет меня, он вдохновил меня написать книгу, которую вот я сейчас завершаю также вот. Что это будет за книга? Если все успеется, я представлю ее на концерте. Как устанавливать рекорды Гиннесса? Там очень много всего, да, это, в общем-то, книга такая вот стимулятор-мотиватор для, вот, в общем-то, людей. Я делюсь своей жизненной историей. Вот, в том числе, но вы знаете, когда я в Праге долго нахожусь, вот там полгода или там даже три месяца, меня все равно душа тянется на Родину, честно. Вот, ну, я не знаю, меня вообще, в принципе, патриотически очень воспитали. Вот, поэтому на Родине, вы знаете, когда я долго отсутствую в России, то приземляется самолет, и у меня слезы на глазах наворачиваются. Я не знаю, что происходит, но у меня прям вот такой трепет в душе. Это не видно даже по вашим глазкам сейчас. Да, я прям вот на родной земле. Это все равно вот как бы есть в моей душе. И я всегда невероятно счастлива давать концерты в России. И я очень счастлива сейчас, что вернулась моя творческая деятельность в России, и что здесь востребованы. А мы-то как рады, Светочка, правда. Свет, я хочу вас попросить сказать, значит, из увлечений, что-то у вас осталось еще вот из ваших, и перечислять. Значит, сочиняет стихи, да? Да-да. Значит, любят смотреть кино в кинотеатр. Это любительские, это не профессиональные стихи. Не знаю, вы же на пуантах даже танцуете. Как-то зачем-то пояснение. Значит, путешествовать по окрестностям Москвы на мотороллере. Ну вот сейчас уже давно я этого не делала. Когда я стала мамой, у меня как-то появился некий страх к этому. Ввиду, да, детьми, три года я вот, в общем-то, за мотоцикл не садилась. Так, увлечение радиоэлектроникой. Да. Что это вообще? Это как? Я люблю паять. Свободное от балета и оперы, установки к ней рекордов мира. Да, написание стихов. Я люблю паять. Мне очень нравится запах канифоли. У меня вот дедушка, он паял, я приезжала, когда... Это мои такие детские воспоминания. Мне нравится сам процесс. Я люблю физику. Я читаю моя настольная книга «В свободное время», тоже это правда. И астрономию. И астрономию, да. Вот, ну, мне нравится вообще, в принципе, познавать мир, познавать себя. И вот, в принципе, мне это очень интересно, поэтому... Светочка, я думаю, что мы вправе ожидать от вас рекордов Гиннесса во всех этих областях. Это сто процентов, точно, наверняка. Друзья, Светлана Феодолова сегодня в гостях. У нас остается совсем немного времени до конца этого часа, но вы обязательно должны быть с нами, потому что Свет нам еще исполнит потрясающее произведение. Оставайтесь с нами. Программа «Лучшая в стране» на телерадиоканале «Страна.ФМ». Друзья, программа продолжается. Оперная певица Светлана Феодолова у нас в гостях. Остается совсем немножко времени, а хочется еще поговорить до того момента, как мы услышим очередной музыкальный шедевр в исполнении Светланы. Светка, я еще нашла ваше увлечение туризмом, да, достаточно серьезное. Это был целый бизнес, туристическая фирма. Да, совершенно верно, но это уже давно в прошлом. Это страсть к путешествиям именно? Вам не хватало как артистки поездок по миру разве? Я люблю вообще, в принципе, что-либо организовывать, поэтому я организовывала фестивали. Вот как? То есть это больше даже было в такой форме. Да, и объединяла людей, объединяла разные формы. То есть, допустим, фотографы, танцы, и делались мастер-классы, то есть это было в такой форме. Но потом я поняла, что приходится очень много разговаривать, и голос садится, это не сопоставимо с творческим деньгом. Поэтому я выбрала все-таки карьеру, и пришлось уйти из этой профессии. Светлана, когда вы стали мамой, вот три года, да, вашей доченьке, как ее зовут, кстати? Сонечка. Сонечка, красиво как. Что-то изменилось? Вы тогда раскрыли в себе новые способности? После, конечно, рождения, да, но как бы я не могу сказать, что именно это повлияло, просто, видимо, я как бы до этого об этом не знала. Я думаю, что это в том числе. Но после родов действительно очень многое изменилось в моей жизни, в моем осознании себя, осознание вообще, в принципе, ценностей очень много поменялось, как бы вот очень многое. Какие самые высокие нотки у Сони? Ой, она, у нее на самом деле достаточно низкий голос, он так, мам, у нее низкий голос, да. Но иногда она меня копирует и так, ааа, что ты делаешь? Но вы еще не занимаетесь серьезно музыкой? Музыку очень любят, она наизусть щелкунчика танцует, она смотрит всего щелкунчика, и она уже выучила весь балет, и вот что они там делают, там наверху, там ножками. Она его уже, просто можно поставить ей музыку, и она будет под музыку делать эти движения наизусть. Так значит, в балет все-таки? Она очень любит музыку. Бах отслушает Моцарта, я как бы это прививаю, вот, ей это очень нравится. Светлана, ну балет дальше или опера, как вам кажется? Ну, я думаю, что еще пока рано говорить, потому что она, в принципе, и рисовать ей нравится. Она вообще такая очень творческая, да, личность, поэтому мы будем смотреть, что у нее проявится, будем пробовать разные направления, а там дальше, к чему у нее будет самая душа лежать, что она больше захочет, мы, конечно же, будем отталкиваться от нее. Ваша та самая высокая нотка, благодаря которой вы оказались в книге рекордов Гиннеса, это какая нота? До четвертой октавы я не стала петь до фа, хотя, в принципе... Хотя можешь? Да, я оставила себе про запас тогда еще четыре ноты, не знаю, зачем, но как-то так вот решила. А я знаю, зачем, чтобы спустя время уже установить и быть уверенной, что это получится очередной рекорд. Ну, в результате я не бью свои рекорды, у меня вот такое правило самое для себя, я свои рекорды сама не бью. Вот я первое установила, там дальше, если кто захочет, то есть свои рекорды, да, я не бью. Друзья, однако очередной рекорд Светланы будет установлен 19 декабря в Малом зале Государственного Кремлевского дворца. Звезды оперной сцены Светланы Феодуловой, замечательная программа «Рождественская сказка». Светлана обещает, что с ней на сцене будут и оперные певцы, и артисты балета, и сама Светлана будет на пуантах. Возможно, даже полеты над сценой, в общем, сюрпризов будет невероятное множество. Ну, и мы с вами будем свидетелями установки нового мирового рекорда. Светлана, огромное спасибо от миллионов наших зрителей, слушателей телерадиоканала «Страна ФМ» за это университетное удовольствие общения, за уникальность вашу. И пусть всё исполнится, все ваши новые рекорды установятся, и пусть задумки, фантазия, всё воплотится в жизнь. И, кстати, оперная школа, о которой вы мечтаете, это же так, да? Пусть всё тоже случится. У меня уже была даже вокальная студия, я открывала, но потом поняла, что пока я концертирующая певица, да, это очень сложно совмещать с учениками, поэтому в данном случае я как бы оставила это на потом. Но в будущем, я думаю, что это всё осуществится, да. А, пусть будет так. Селочка, что сейчас мы послушаем? Я сейчас исполню роман с Сергеем Васильевичем Рахмановым, который называется «Здесь хорошо», потому что здесь сегодня было с вами так потрясающе. Спасибо огромное, Светлана Феодолова. Друзья, мы готовы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, друзья, оперная певица. Спасибо огромное. Светлана Феодолова, у нас осталось ещё буквально 30 секунд. Друзья, я хочу обратиться к нашим зрителям и слушателям. Пожалуйста, не пытайтесь повторить это в домашних условиях, я имею в виду брать вот эти вот высокие ноты, потому что, ну это же, скажите, Светлана, дать презентацию, это очень вредно, правда? Конечно, ни в коем случае не надо повторять, потому что в моём случае мы изучили этот момент, и действительно здесь уникальное строение связок, именно их эластичность, они, оказывается, как мы выяснили, растягиваются и смыкаются на тех высоких нотах, поэтому действительно как бы можно просто навредить голосовому аппарату. Светочка, мы сегодня, к сожалению, не успели у вас узнать о вашей уникальной методике, авторской методике дыхания, но это значит, что мы будем вас с удовольствием ждать в скором времени ещё раз к нам в студию, уже чтобы подробнее поговорить. С удовольствием. Светлана Феодулова. Спасибо вам большое. Спасибо. На телерадиоканале Страна.ФМ.